В эфире городские подробности. Программа о самых актуальных и интересных событиях прошедшей недели в Архангельске. В студии Александр Мамонтов. Здравствуйте. Продолжаем выпуск. В холодное время года высок риск чрезвычайных ситуаций. Мэр Архангельска Виктор Павленко посетил городской центр гражданской защиты и проверил его подготовку к зимнему сезону. Мария Воробьева с подробностями. Не растеряться, принять решение в доле секунды и спасти жизнь. Задача сотрудников муниципального городского центра гражданской защиты. 8 лет назад он был создан по распоряжению мэра Виктора Павленко как структура, которая должна обеспечивать безопасность горожан как в обычной жизни, так и в случае ЧП. Сегодня здесь трудится 60 сотрудников центра, всегда готовых прийти на помощь. Это люди, знающие толк в технологиях защиты людей. В первую очередь это жизнеобеспечение населения города, основных территорий, чтобы было и транспортное сообщение, и подготовка пешеходных ледовых переправ. Нам переданы уже в этом году элементы комплексной системы оповещения города. То есть теперь на центр также будут возложены задачи по оповещению всего населения города в случае каких-то происшествий. На базе центра создан опытный участок, который будет внедрять единый номер службы спасения – 112. Сейчас здесь уже принимают такие звонки. Мэр Архангельска Виктор Павленко оценил готовность сил и средств городской службы спасения в ходе внеплановой тренировки по предотвращению и ликвидации аварийных ситуаций в зимний период. В частности, городоначальник проверил работу резервных источников тепла и электропитания в центре. Одна из главных задач муниципалитета – это чтобы зима прошла на хорошем уровне, чтобы не было проблем у населения. На этой неделе мы проверяем наши силы и средства муниципальные. Была объявлена тренировка в части подключения, прежде всего, объектов к электроэнергии. В случае стационарной отключения электроэнергии. Но вот пока учения, так их назовем, идут успешно. В рамках этой задачи здесь нахожусь для того, чтобы посмотреть еще раз силы и средства. И вот есть здесь на территории арендатор, который арендует помещение, определиться для развития службы, новых задач по газовому хозяйству. Развернуть газоспасательную службу – одна из главных перспектив центра. Но для успешной реализации всех задач, возложенных на центр, имеющихся помещений недостаточно. Спасатели попросили городоначальника передать им дополнительную площадь в пользование для развития новых служб центра. Решением вопроса в мэрии займутся соответствующие департаменты. В правительстве области прошло совещание по вопросам расселения ветхого жилья. Участниками встречи стали губернатор Игорь Орлов, мэр Архангельска Виктор Павленко, а также представители муниципалитетов. Власти продолжают работу по предоставлению нового жилья, однако проблемы остаются старыми. Это отсутствие подрядных организаций, готовых участвовать в аукционах на большие суммы контрактов, недобросовестные исполнители затягивающей сроки сдачи объектов. Архангельск участвует в программе фонда содействия реформированию ЖКХ с 2008 года. За это время за счет федеральных, областных и городских средств новые квартиры получили 306 семей из более чем 70 аварийных домов. Сегодня продолжается первый этап программы расселения 47 домов. На эти цели из федеральной казны выделен 431 миллион рублей. При этом город предусмотрел дополнительные расходы из муниципального бюджета. Это сумма более 200 миллионов рублей на обеспечение земельных участков инженерными сетями. Городская власть продолжает работу и по исполнению судебных решений на предоставление жилья. За последние два года нам удалось исполнить более 500 судебных решений. Мы действуем в рамках этого федерального закона. Поэтому средства предусмотрены, решения судов будут исполняться. Я считаю, что определенно все равно заслуга мэрии города Архангельск, так называемой застроенной территории. И первые результаты есть. Уже более 100 семей, квартир выделено застройщиками, которые получают земельные участки и за счет своих ресурсов расселяют людей. Включаем все резервы для того, чтобы исполнять судебные решения. Социальное строительство сегодня продолжается в Цыгламине и на улице Конзихинская в Северном округе. После изменений в федеральном законодательстве, которые позволят муниципалитетам возводить и многоэтажное социальное жилье, власти Архангельска приступили к разработке соответствующих проектов. На начальном этапе основной объем многоэтажного соцжилья придется на 6-й и 7-й микрорайоны округа Майская горка. Сообщение от мэрии Архангельска. В 2015 году в связи с празднованием 70-летия Великой Победы ветераны получат единовременную денежную выплату в размере 20 тысяч рублей. Это коснется участников и инвалидов Великой Отечественной, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, а также северян, награжденных знаком жителю блокадного Ленинграда. Количество автомобилистов среди архангелогородцев растет, и транспортные артерии города не всегда справляются с потоком машин. О том, какие меры помогут избавить Архангельск от пробок, обсуждали на очередном заседании рабочей группы в правительстве области. Сегодня в Архангельске приходится до 350 машин на тысячу жителей против 200, что предполагали архитекторы, когда строили город в прошлом веке. Самая большая и проблемная пробка на съезде железнодорожного моста. О том, как разгрузить пульсирующий транспортом Вены города, шла речь на очередном заседании рабочей группы в правительстве области. Особое внимание развязки у железнодорожного моста. Одна из всех настоящих великальных примеров была строительство путепрома на железнодороге в районе 21-й городской дивизии от окружного шоссе. Это корреспондируется как раз с той задачей, которая поставлена была по передаче окружного шоссе в федеральную собственность с последующим его расширением. Первым этапом может стать строительство путепровода через ЖД-пути в створе улицы Воскресенская. Второй шаг – проектирование и строительство двухуровневой эстакады на Смольном Буяне через проспект Обводный канал. И третий этап, предложенный мэрией, – это строительство кольцевой развязки на перекрестке Смольного Буяна и улицы Розы Шаниной и создание дополнительной паласы движения по улице Смольный Буян до проспекта Ломоносова. Наша основная задача – определить приоритетность реализации данных проектов. Приоритет реализации данных проектов мы можем оценить только разработав комплексную транспортную схему. У нас на планах на 15-й год стоит разработка и актуализация транспортной схемы. И только после этого мы уже поймем реализацию всех транспортных разрядов. Этой весной для реанимации дорог городской бюджет выделил более 100 миллионов рублей. Но чтобы привести в порядок все дороги, нужно не менее 3 миллиардов. Источник финансирования известен – областной дорожный фонд. Правда, сегодняшняя методика распределения средств между муниципалитетами, мягко говоря, несправедлива. Из дорожного фонда в 4,5 миллиарда рублей Архангельск получает всего 70 миллионов. Это, конечно, капля в море. Это точный минимальный ремонт. Для сравнения, в 2008 году на город было потрачено на ремонт дорог из всех источников города, области и федерации почти полтора миллиарда рублей. Городу в одиночку с этой проблемой, безусловно, не справиться. Тут только нужна помощь области. Других-то у нас вариантов просто нет. Тут мы в одной лодке, в одном окопе. Просто надо собираться, находить компромиссы и дополнительно изыскивать источники финансирования и из областного бюджета. Мэр Виктор Павленко предложил предусмотреть в региональной программе развития Архангельска как областного центра средства на начало проектирования новых развязок, в том числе и на проспекте Обводный канал. Складывается очень непростая по развязке железнодорожного моста. То есть к 2015 году федеральные строители построят шикарную развязку со стороны Северодвинска. И мы упрёмся в пропускную. Ну, мост с мостом ничего не сделать, он как было и есть. Пропускную способность моста можно увеличить только эстакадой, прямой эстакадой, на Обводный канал. Вот развязка здесь в районе улицы Обводный канал, Смольный и Буян. Вот здесь. Поэтому мы уже с федеральными строительными договорились о том, что, возможно, они даже за свой счёт сделают проект этой развязки и будем искать деньги. По итогам заседания рабочей группы вопрос о строительстве новых развязок и продолжении их проектирования остался открытым до тех пор, пока не будет разработана и утверждена комплексная транспортная схема Архангельска. В любом случае решение будет зависеть от подтверждения долгосрочного финансирования проектов за счёт областного бюджета. Принять это решение должно будет правительство региона. На днях представители власти и перевозчики обсудили за круглым столом вопросы общественного транспорта. Кроме качества перевозок, участники затронули и другую актуальную тему, а именно бесплатный проезд для ветеранов. Продолжит тему Артемий Заварзин. 44 маршрута и 31 перевозчик. Такова статистика общественного транспорта в масштабах Архангельска. И как отметили участники круглого стола, если недостатка в количестве автобусов нет, то вот в качественной стороне вопроса много пробелов. Один из них – присутствие на дорогах города пазиков нелегалов, которые работают, как правило, без договора на осуществление перевозок. Нигоден областной закон не может обязать другого предпринимателя заключать договор либо с мэрией, либо с областным правительством. Это может сделать только федеральный закон, который сегодня отсутствует. Я считаю, только принятие этого закона может позволить наводить хоть какой-то порядок на рынке пассажирских перевозок. Но большая часть двухчасовой беседы была посвящена таристному вопросу. Сегодня цена на билет – 18 рублей – не компенсирует все затраты перевозчика. Мэрия города предложила оптимальный вариант – не повышать цену, а компенсировать разницу между ней и себестоимостью проезда дотациями из регионального бюджета, как это происходит не только в городах России, но и Европы. В течение нескольких лет мэрия города Архангельска неоднократно уже обращалась в областное собрание и правительство региона для решения вопроса об ежегодном выделении из областного бюджета средств на покрытие убытков муниципальных автотранспортных предприятий. Тариф на регулярные перевозки и багажа, установленные для Архангельска областным агентством по тарифам и ценам, учитывает затраты только для автобусов малого класса, это у нас как раз пазики, и не покрывает расходы мупов на эксплуатацию больших автобусов. В одной мысли участники обсуждения были едины – бесплатный проезд для людей старшего возраста, который сохранен по предложению мэра Виктора Павленко, является реальной мерой социальной поддержки населения, как и инициатива городской власти по внедрению системы электронных проездных. По мнению собравшихся, в будущем это позволит сделать проезд в автобусе удобным как для горожан, так и минимально затратным для перевозчика. Последний осенний месяц вступил в свои права. Городской центр гражданской защиты предупреждает, в связи с закрытием летней навигации и началом ледостава запрещается выход или выезд на лед на водоемах в черте города. Соответствующее распоряжение подписал и мэр Архангельска Виктор Павленко. Спасатели также согласны запретам, так как в ряде городов нарушения правил безопасности в период ледостава послужили причиной гибели людей. В заключении выпуска полезная и приятная информация. В Архангельске открылся сезон рыбных ярмарок. Свежие морепродукты без магазинных наценок можно приобрести в торговых рядах у центрального рынка. Ярмарка работает с 10 до 16 часов. А это была информационная программа «Городские подробности». Смотрите нас и в интернете на портале правдосевера.ру. В студии был Александр Мамонтов. Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова